Привет всем подписчикам MentalBet, меня зовут Роман Гуцай, давайте поговорим об испанском чемпионате, а очередной тур стартует уже в эту пятницу. Это будет важнейший матч для Deportivo, для новой команды Кларенс Зейдорф. Честно говоря, не знаю, получится ли у Зейдорфа в глобальном смысле что-то с Deportivo, но в конкретном матче против Испаньола на своем поле, думаю, что вполне может. Дело в том, что Испаньола это команда, которая безусловно способна настроиться на игру против статусного соперника. Недавняя ничья с Барселоной, и в очередной раз это подтверждает, как и победа в кубке в первом матче над другой каталонской командой. Но в чемпионате Испании у Испаньола на выезде за весь сезон, за 11 выездных матчей, всего одна гостевая победа. И это была победа в матче с Малагой, которая еще более беспросветный аутсайдер, чем Deportivo. Команда из Лакаруни, в свою очередь, 4 победы в чемпионате одержала, 3 из них на своем поле. И понятно сейчас, что Deportivo, находящийся в зоне вылета, любой домашний матч против соперника, который не слишком далеко от него находится по турнирной таблице, будет воспринимать как реальную возможность добиться победы. Первой победы под руководством Кларенса Зейдорфа. В прошлом туре Deportivo уступил в гостях Алавеса со счетом 0-1. Уступил, в общем-то, скорее по делу. Моментов Алавеса было больше. Но мы же говорим о матче домашнем, что действительно должно иметь особое значение для Deportivo. Три победы дома из четырех, которые всего есть у Deportivo, одержаны на стадионе Риасор. И я думаю, что в эту пятницу Deportivo, конечно, сделает максимум для того, чтобы добиться результата в игре с Эспаньолом. У Deportivo есть хорошие футболисты. В частности, это касается линии нападения. И Deportivo, я думаю, что сможет прервать свою трехматчевую серию без голов. А вот Эспаньол под руководством Кики Санчеса Флореса может потерпеть очередное поражение. По крайней мере, мне кажется, с совсем маловероятным исходом победы Эспаньола. Так что Deportivo с форой 0, коэффициент больше, чем 1,7. Я думаю, что это вполне разумное предложение. Удачи вам всем!